Приветствую вас, поскольку вы родители, то их решение, я думаю, справедливо будет принять вам. Но мы психологи не можем, и лично я не хотел брать на себя ответственность за то, чтобы ваш ребенок, например, получил, или, например, не получил ноутбук, или что-либо другое. В принципе, вы жили до прихода сюда, на наш ресурс, какое-то время, и вы будете жить после. И наш совет, это только один день на разделье, один подарок. Понимаете, наш совет ничего не решит. Всегда сложно отвечать на вопрос родителей о том, как им поступать со своим ребенком. Вот так или иначе, я рекомендую вам исходить из того, какая система ценностей вам близна. Если вы воспитаны в системе полезности, то есть вы считаете, что все и каждый дождь должны приносить пользу. Имеется в виду, что ничего просто дар, ничего за даров и прочее. Это ваше право. И ваше право воспитывать ребенка в этой системе, в системе ценностей, в системе ценностей и полезности, это ваше право, это ваш выбор. Мы этот выбор оспаривать не можем, это было бы неправильно. Но, просто подумайте о том, что воспитывая в ребенке культуру полезности, вы ориентируете его не на то, чтобы он уделял внимание тому, что он делает здесь и сейчас. Вы ориентируете ребенка, а практически будущего взрослого человека, будущего члена общества, на то, чтобы абсолютно все, и возможно абсолютно всех, он воспринимал в качестве средств для достижения своих целей. Учеба – это средства, хорошие оценки – это средства, правильное поведение – это средства. Средства – это для чего? Чтобы что-то получить. А что будет, если однажды ребенок получит то, что он хочет? Или человек получит то, что он хочет? Ему не надо будет ничего делать. Он все это обесценит. Понимаете? Он обесценит хорошее поведение. Он обесценит мораль. Он обесценит другие ценности. Если получит все, то ему нужно. Поэтому у подобного есть своя темная страха. Грубо говоря, воспитывая ребенка в подобном ключе, вы, с одной стороны, прививаете ему то есть поведение, что ничего не бывает просто так, и в принципе это правильно. Но, с другой стороны, вы прививаете ребенку взгляд, согласно которому абсолютно все, что он делает, должно быть подчинено какой-то пользе. А это далеко не всегда правильно. Жизнь во многом куда более шире и богаче, чем система полезности. И в этом направлении я бы хотел, чтобы вы подумали, что ли вы в своей жизни делаете только ради пользы? И если да, то каково вам живется? Хотите ли вы, чтобы у ребенка была такая же жизнь? Вот это вот важный вопрос. Далее. Следующий вариант, это вариант культуры достоинства. Система ценностей достоинств. Когда каждый этап жизненный, в том числе и учеба, воспринимается не как средство для достижения чего-то, не как возможность получить что-то, а скорее как самостоятельный, уникальный, самодостаточный этап в жизни человека. И если вы дарите ребенку подарок, то это значит, что вы любите его и уважаете. И вы делаете это не потому, что он хорошо учится, а просто потому, что он есть. Но если при этом ребенок не ценит то, что вы делаете, то вы на него не обижаетесь, вы его не ругаете, вы ему не говорите ничего такого. Вы просто меняете к нему свое отношение. И вот это вот глубокое разочарование в нем, которое будет в ваших глазах, засходит куда более сильным стимулом для того, чтобы что-то делать. Что-то делать правильно, в соответствии с ценностями, которые у вас есть в вашей семье, чем та модель, которую вы ему прививаете. С другой стороны, есть некое противоречие в том, что вы пишете. Вот вы говорите, значит, говорю своему сыну, да, что ноутбука, например, нужно заработать. Но при этом хотите подарить его. Так, подарите ему что-то другое, не ноутбук. То получается, что двойный стандарт у вас. Вы выберите какой-то вот один путь, и этому пути следуют. И либо это путь, если можешь, если есть возможность, позволяешь, если нет возможности, нет, не позволяешь. Либо этот путь, ничего даром, все через труд, через работу. С другой стороны, на мой взгляд, логический вопрос. А вот, если у ребенка нет возможности работать, как он получит ноутбук? Как? Или вы хотите ему показать, что ноутбук ему достался недаром? А чем тогда родители отличаются от других людей, если они не делают ничего для него просто так? А какие отношения и какая жизнь будет у этого ребенка, если он не видит от родителей никаких действий положительных для себя? Просто так. Об этом тоже вам стоит подумать. Поймите, моя цель здесь и сейчас не осознать вас. Нет. Моя цель заключается в том, чтобы вы определили свою позицию. Чтобы вы выбрали свой путь. Чтобы вы определили с чем, в каком направлении вы двигаетесь. И один раз, избрав этот путь, уже с него не сходили. И помните, что не бывает идеального всестороннего воспитания. Либо вы делаете прикос в сторону культуры полезности, и тогда ребенок может быть более приспособлен к жизни, но у него меньше духовного. Что опять же, приоритет между материальным и духовным определяется вами. Исходя из того, что вы сами считаете Бог более важным. Либо вы определяете культуру достоинства, соприруете больше духовными факторами и меньше материальными. Тогда ребенок может быть менее приспособлен к жизни, но зато куда более душевный. И у него будет больше потенциал для развития своей личности. С другой стороны, человеку уже 16 лет. И все, что вы могли в него заложить, вы уже заложили. Образ свой, как родители, вы создали. И остается только гадать, какой у вас получился сын. Но в любом случае, если вы хотите, чтобы у вашего ребенка, помимо восприятия всех явлений в жизни через призму полезности, если вы хотите что-то еще, сделать ему подарок. Подойдите, поцелуйте, вручите ноутбук, скажите, что любите его. И все. И не идите ничего в доме. Не идите, что он будет хорошо учиться. Не идите, что он будет что-то делать. Не надо. Надеюсь, вы именно услышали. Вот эта вот ваша фраза, а пускай знает, что нужно пахать, чтобы что-то получить, она ведь несправедлива для ребенка. Вы хотите, чтобы он работал сейчас? Вы серьезно хотели бы, чтобы он работал сейчас? Если да, помогите ему с работой. Если нет, обеспечьте его тем, что ему нужно. Вы определитесь вот с тем, каким вы выйдете развитие своего сына. Исходя из этого уже действуйте. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!